Именно в Самаре в 1967 году Владимир Высоцкий дал свой первый открытый сольный концерт перед многотысячной аудиторией. Память о великом поэте живет до сих пор. Под Самарой регата памяти Высоцкого прошла уже в 19-й раз. Это один из самых крупных проектов отечественного парусного спорта. Он объединяет огромное количество людей из разных городов. Дмитрий Ганин участвует в регате памяти великого барда в 10-й раз. Он капитан яхты с ярким названием «Радуга». Приятно вместе с экипажем здесь присутствовать, ощущать вот эту атмосферу. Идея организовать регату возникла у Всеволода Ханчина, который был близко знаком с актером и поэтом. Однажды он спросил у Высоцкого, что тот любит больше всего. Владимир Семенович ответил, что ветер и волны. Они неоднократно ходили под парусом. А когда поэта не стало, Всеволод с единомышленниками организовал спортивные соревнования. Дочь Всеволода создала в Самаре музей, посвященный творчеству барда. Сегодня праздник паруса. Владимир Семенович Высоцкий живет с нами в парусе, в ветре, музыке. В память о Высоцком ловить попутный ветер решилось 25 крейсерских яхт. Они должны были пройти две мили. Стартовали против ветра. На специальной отметке развернулись и прошли в обратном направлении. Где и финишировали. Победителей определили в семи классах в зависимости от размера судна. На результат влияли течение реки, удача, порыв ветра и особые паруса. Эти паруса придают большую скорость. То есть площадь этих парусов иногда в два раза буквально бывает больше. Площадь основных парусов. На берегу участников ждали кубки и ценные призы. Завтра в акватории Жигулевского моря пройдет Тольяттинская гонка крейсерских яхт в память о знаменитом поэте. Никита Борисов, Григорий Плешаков. События.